Успешная семья Приволжья В течение двух дней гости города посещали различные экскурсии, побывали на 9-м международном фестивале кино и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой от всей души и просто могли любоваться красотами города. Нам понравилась очень сплоченная такая команда семей. Мы вчера провели замечательный вечер, все очень подружились. Нам понравилась организация, нам показали город, нас свозили на закрытие кинофестиваля. То есть все было на достойном уровне. Все участники долго готовились и шли к такому масштабному событию. Они привезли с собой домашние заготовки, визитные карточки. Целыми поколениями выступали перед зрителями. Не воспитывайте детей. Все равно они будут похожими на вас. Воспитывайте себя. Несмотря на то, что победа важна для каждой семьи, многие здесь находят друзей, делятся секретами семейного благополучия и заводят новые знакомства. Все выступления немногочисленные, которые уже были, видно, что действительно хорошие дружные семьи, дети. Просто не всяких слов. Нам все очень рады. В этом году лауреатами второй и третьей степени стали семья Радченко, Оренбургская область и семья Решетниковых из Башкирии. Заслуженную победу в фестивале одержала семья Шабдаровых из Республики Мариел. Семья Шабдаровых от Республики Мариел поздравляет всех участников этого фестиваля и радуется вместе с вами этому празднику. Поздравляю наших всех детей, наших гостей, наших организаторов, хозяев и тот состав жюри, который честно, на мой взгляд, определил все номинации всех участников. Однако проигравших в этот день не было. Жюри выбрало победителей в каждой из 11 номинаций. Родительская слава, трудовая династия, мама-папа, я спортивная семья, моя семья, мое богатство. Везде хорошо, но дома лучше. Мы патриоты России. Доброе сердце, грани творчества, самая молодая семья, интернациональная семья и семейное дело. Курное аплодисменты победителям. Фестиваль-конкурс «Успешная семья Приволжья» был учрежден по решению полпреда президента РФ Приволжска в федеральном округе Михаила Бабича еще в 2013 году. Организаторы надеются, что этот конкурс с каждым годом будет становиться только масштабнее и значимее. Кристина Жакот, Данил Сурков, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.